На днях участники встречи в верхах Евросоюза договорились о финансировании его восстановления после пандемии и об общем бюджете. В четверг Европарламент проголосовал за резолюцию с угрозой отвергнуть сделку. Мы действовали быстро и срочно, сказал председатель Совета ЕС Шарль Мишель. Меньше чем за два месяца мы решили как собрать и распределить более триллиона восьмисот миллиардов евро. И это масштабный ответ. Чтобы изыскать средства на ликвидацию последствий коронавирусного нашествия, придется урезать долгосрочное сигнование на традиционные сферы. Это вызывает наибольшее возражение многих депутатов. Европейский бюджет в нынешнем виде больше похож на бюджет 20 века, чем 21, сказал бельгиец Филипп Ламберц. Сокращаются расходы на самые зеленые части общей аграрной политики. В бюджете недостаточно будущего, сказала парламентарий из Германии Никола Беер. Меньше выделяется на инновации, на малый и средний бизнес, на внешнюю политику, на здравоохранение. Я разочарован, сказал другой немец Дэвид МакАлистер. Думаю, мы должны тратить больше денег на будущие проекты, образования, исследования. Мы еще посмотрим, удастся ли нам защитить наши европейские деньги от антиевропейских олигархов, сказала Катлин Чей из Венгрии. Они нарушают верховенство права и используют европейские фонды в своих целях. Многие евродепутаты обвиняют в таких нарушениях демократических принципов правительства Венгрии и Польши. На внеочередное заседание в Брюсселе пришла глава Еврокомиссии. Урсула фундерлейн призналась, что ей самой не нравятся отдельные части сделки, но она обещала учесть критику и пожелания. Комиссия теперь внесет доработки, сказала фундерлейн. Мы обновим наше предложение о верховенстве права от 2018 года. Мы будем работать с нашими коллегами-законодателями над тем, чтобы дополнить это предложение и при необходимости улучшить его. Наш корреспондент передает. Часто члены Европарламента выражают недовольство, но нередко что-либо отвергают. На этот раз все выглядит по-другому. Европарламентом пренебрегли, но теперь с ним вступают в переговоры Совет ЕС. Борьба за утверждение сделки далека от завершения. Даррен Маккафри, Европейский парламент в Брюсселе.